всем привет с вами ирина и канал my diy life мое сегодняшнее видео для садоводов и цветоводов я очень люблю декоративные луки они способны мгновенно придать клумбе объем и глубину так сказать третье измерение и органично смотрятся как в классическом розарии так и в пейзажном злаковом саду и лишь один недостаток есть у декоративных луков очень уж недолг их век спустя буквально пару недель красивые цветущие головки паникают портятся дождями и теряют весь вид сегодня я хочу показать вам способ продлить эту красоту сделать садовую скульптуру в виде декоративных луков смотрим сама по себе сегодняшняя самоделка очень быстро и несложно и главная загвоздка здесь выбор материалов нужен мяч небольшого диаметра но не полый а сплошной мне попались два таких варианта дальше нам понадобится собственно гвозди нужны максимально длинные при этом тонкие у меня 80 на 3 миллиметра наконец нужно основание которое будет играть роль стеблю у меня алюминиевая трубка 8 миллиметров метровой длины прекрасно подойдет также кусок тонкой арматуры сначала нужно насадить наш мячик на стебель в резиновом мячике я просто расковыряла дырку гвоздика мяч должен сидеть на стебле очень хорошо и плотно не забудьте что на нем будет держаться примерно 600 грамм гвоздей ну а дальше начинаем превращать наш мяч в ежика втыкайте гвозди чтобы они уверенно держались перпендикулярно поверхности мячика стараясь равномерно покрыть всю поверхность я оставляла между гвоздями расстояние около сантиметра на 5 луковых головок у меня в итоге ушло почти 3 килограмма а вот как выглядит одна из неудачных попыток мяч типа теннисного эта игрушка для собак как видите гвозди не пережил собачьи зубы кстати думаю тоже не переживет это небольшая антиреклама а второй бейсбольный мяч точнее это мяч для софтбола ищите его на алиэкспрессе или на ebay под этим названием с мячиком для софтбола все примерно так же за исключением того что поскольку он покрыт кожзамом пришлось прорезать дырочку под стебель ножниц кстати вскрытие показало что наполнитель у обоих видов мячиков одинаковые что-то вроде плотной резиновой губки она отлично держит гвозди и не должна гнить то есть готовые луки будут достаточно долговечными если только от солнца будет портиться время покажет мне все-таки кажется что вариант софтбола более долговечный не забудьте слегка изогнуть стебли наших луков чтобы они смотрелись более естественно и последний штрих покраска чтобы покрасить сразу целиком лучше воткнуть луки в песок или в землю я сознательно не красила шляпки гвоздей хочу чтобы они заржавели люблю ржавые штуковины в саду у меня под рукой была только черная краска но тут лучше смотрелась бы коричневая она и с ржавчиной гармонировать будет прокрасьте мячики со всех сторон не забудьте пронить мячика и стебель и ставьте в сад ржаветь мои луки на съемке пока блестят но надеюсь скоро покроются ржавчиной и тогда будут смотреться очень гармонично а и 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 вот такая совсем несложная самоделка получилась у нас сегодня а еще это прекрасный способ утилизации гвоздей оставшихся от стройки надеюсь вам понравилось это видео если это так то не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а на сегодня это все. Всем пока. Всем привет, с вами Ирина и канал MyDiWayLife. Ты дышь. Как там эти фиксики показывают?